ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хамиль умер в Португалии и воскрес. Он жив? Но что-то происходит. Сердце приняло решение, чтобы не лопнуть, надо оттормозаться. Хамилек, давай, не раскисай там. Это рэп. Спустя 30 лет. Да. Тебя 30 лет терзало? Попил кофе с тупаком на небесах. А не пил кофе с тупаком? Андрей, летом 2023 года у тебя остановилось сердце, и ты чуть не умер. Ты не только выжил, но и восстановился. О том, как именно все это произошло и как тебе удалось вернуться, мы хотели бы сегодня поговорить. Это не с первого клика находится в интернете. Но хамиль – это потому, что раньше был хамелеон. Да. А когда вы ехали на рэп-мьюзик в Москву, кто-то не мог в поезде выговорить хамелеон? Белый Будда, настрадавшийся очень много. Мы ехали, он не трезвый, он меня обнял очень. Он пытался выговорить хамелеоном, ему было тяжело. Хамиль запинался. Я говорю, брат, давай просто хамиль. Не надо хамелеона. И так и пошло. Первые минуты сознания не пересказанные тебе, а те, которые ты сам зафиксировал. Ты помнишь? Ну вот первая минута сознания – это как раз слова. Ты бегал на пляже, и у тебя становилось сердце. Мы там, где все случилось. Да, на самом деле это то самое место, где я не был полгода. Я сюда не решался приходить, потому что я что-то об этом все время думал. У меня же пока было восстановление, очень много депрессий проходило. Такое состояние депрессивное, сложное. И я об этом месте даже думать не хотел. А ты только из-за нас сюда приехал? Да. Ну тебе нормально, тебе комфортно? Да, отлично. Я так с утра понервничал чуть-чуть, но я специально пораньше приехал. Постоял, покрутился, помялся, посмотрел, думаю, ну все в порядке. Мы с семьей жили в этом районе, Фош, он называется. Прибрежный, как мне рассказали, местный, довольно дорогой район, потому что на берегу… Элитный район, потому что на берегу океана. И тут все виллы, дома сосредоточены здесь. Здесь очень много спортивных дорожек, бегуны. Собственно, я здесь и обосновался, потому что я отводил дочку в детский сад и приходил сюда делать свою йогу. Я обычно здесь тренируюсь, потому что я занимаюсь ножевым боем и здесь делаю отработки. Вот как раз за нашей спиной площадка, где я где-то проводил полтора часа разминок. Вот, такой, активной тренировки. И потом мог пробежаться вдоль берега со всеми бегунами. И, собственно, в это же утро я пришел, точно так же позанимался. И побежал, побежал. Ну уж не знаю, сколько я там пробежал, но, видимо, недалеко. Мы в Нормандии, в городе Гавр. И это новая серия нашего портового сериала. Гавр находится на берегу Атлантики и всегда был тесно связан с Америкой. Именно отсюда в 1564 году ушла первая французская экспедиция в Новый Свет. А в конце 16 века Гавр стал важнейшим центром торговли. Сюда приходили сахар, хлопок, кофе, табак. И после этого развозились по всему континенту. В прошлом веке Гавр был важнейшей точкой пассажирских перевозок. Именно отсюда Ильф и Петров уезжали в Америку на знаменитом корабле «Нормандия». И вообще Гавр упоминается в первом предложении первой главы одноэтажной Америки. Связи с Россией у города остаются и сейчас. Конкретно с Санкт-Петербургом. В 1960-х был подписан Побратимский договор, по мотивам которого в Гавре появились Ленинградский бульвар и Кронштадтская улица. Они есть в городе до сих пор. Сейчас годовая загрузка порта более 60 миллионов тонн, а одним из главных направлений грузооборота по-прежнему остается Америка. Возвращаясь к торговым связям. После ухода многих брендов из России, поддерживать связь с рынком американских товаров позволяет Marketplace US Mall. Мы уже рассказывали про него в наших предыдущих интеграциях, но если вдруг вы еще не пользовались им, сейчас самое время. В Штатах весенняя распродажа. А это значит, что брендовые магазины делают большие скидки и на новые коллекции весна-лето и на вечную классику. US Mall выкупает товары напрямую в фирменных магазинах Америки, поэтому многие бренды, которые считаются в России премиальными, здесь можно найти на 30-40% дешевле. Если хотите купить себе новые кроссовки, на Marketplace можно найти самые популярные бренды. Adidas, New Balance, Nike и многие другие. То же самое с джинсами. Например, классику 501 Levi's здесь можно купить за 7290 рублей. Также на US Mall продаются бренды косметики и средства для ухода за телом, в том числе которых больше нет в России. Плюс привычные витамины и бады с американского iHerb, витамин D, B, Omega-3 и многие другие. Процесс покупки максимально простой. Собираете корзину и оплачиваете любой российской картой. US Mall закупает для вас эти товары в Америке и доставляет в Россию за 2-3 недели. По промокоду вдуть будет скидка 20% на все. Причем и на новые заказы, и на повторные. Срок действия промокода до 18 мая. Оформлять заказ теперь можно прямо с телефона. По этому QR-коду доступно мобильное приложение US Mall для iOS и Android. Скачиваем прямо отсюда или переходим по ссылке в описании на сайт и заказываем себе одежду, косметику и товары для здоровья из американских магазинов с помощью US Mall. Вперед! Утро. Это было 9 утра. Я просыпаюсь, Андрея нету. Ну, я такая понимаю, что Андрей повел Эмили в садик. Это наша обычная история. То есть, когда Андрей приезжает, он отводит Эмили в садик и забирает. Это очень важно для него. Ну, и мне тоже отдохнуть. Но у меня все равно какое-то чувство. Думаю, ладно, не буду звонить, ему позвонит. Смотрю, 10 часов. Что-то он не звонит. Я ему звоню. Андрей, привет. Что-то не звонишь, как отвел Эмили в садик. Он говорит, да все нормально, короче, все классно. Отвел в садик. Сейчас у меня созвон с кастой. И я пойду на пробежку и будет созвон с кастой. Все, домой еще приеду. Ну, и я такой человек, я его стараюсь не докучать, не быть тревожной, не названивать. Поэтому я такая думаю, ну ладно, что-то занималась своими делами. И в какой-то момент я понимаю, что блин, что-то 2 часа, а он что-то не читает мои сообщения. А я ему пишу, типа, ну как, где ты, алло, ку-ку. Вот. И у меня там уже, ну понятно, строчка сообщений в WhatsApp. И все, я звоню его маме. Я не знаю, почему так получилось, что... Мы сейчас созвонимся там, я с мамой, с Андреей мамой. Я говорю, Люда, что делать? Мне в садик ехать? И тут я... И такая штука, это очень страшные такие колышки в сознании, когда ты оттягиваешь какой-то момент, потому что боишься признать, что, ну как бы, это происходит. То есть я ей говорю, Андрей не выходит на связь. Мне надо ехать за Эмили, но он бы по-любому как бы вышел на связь, потому что он знает, что ему забирать Эмили. И она такая, ну езжай, конечно, что ты типа... Я говорю, ну может он потерял телефон, может он приедет домой. И я не понимаю. Я еду к садику, забираю Эмили, и вот примерно в таком же парке, я сажусь на скамейку, у меня случается паническая атака. Ну такая жирчайшая. То есть я понимаю, что что-то произошло. То есть у меня просто такой блэкаут. И я первый раз за пять лет, я понимаю, что я сейчас напишу Миша как раз. Я подумала, вот я не знаю, опять же, почему я почувствовала, что это тот самый случай. И я ему просто написала, и Миша удивительно быстро среагировал. Наверное, из-за самой нестандартности ситуации, что я тоже написала как бы. Вот, и он сказал сразу, слушай, короче, я сейчас как бы позвоню в полицию, если что найдется где-то, а то спится, потом поржете. Я говорю, не, Миша, я что-то чувствую, что... У меня была первая мысль, что он сломал ногу и вообще упал в океан. Знаешь, ну просто, ну вот, все равно было ощущение, что это что-то с тренировкой связано. Вот, и в итоге я пошла в кафе, где он сидел. Я пошла искала, потом... И потом я пошла в полицию. И мне сказали, слушайте, 24 часа еще не прошло, мы не можем, ну как бы, подать в розыск, потому что еще рановато. Я говорю, окей. И там оказалась милая португальская женщина, которая сказала, слушайте, помогите девочке. Ну видно же, что что-то произошло. Она стала переводить полицейскому. И он так подходит, говорит, ну что, что, покажи мне. Я показываю в ватсапе. Он говорит, ну сколько часов прошло? Я говорю, ну больше там 8 часов. И он такой, ладно, давай паспортные данные, давай имя. И проходит какое-то время, и он выходит, полицейский как бы с трубкой. И я вижу по его глазам, опять же, как я это поняла, не знаю. Я вижу по его глазам, что он жив, но что-то происходит. Меня нашел охранник. Повезло, что он меня увидел, подбежал, и тут же мимо пробежала доктор. Она была педиатр. Она тоже на пробежке была? Она была на пробежке, она увидела, что мне оказывают помощь. Она его заменила, начала мне качать, все это делать, все эти упражнения. Но я думаю, что как раз благодаря ее действиям, ну и охранника, и ее, я остался жив, потому что мозг не выдержал. И выходит полицейский, и самое ужасное, он идет не со мной разговаривать, он идет разговаривать с этой женщиной куда-то в отдельную комнату, и она выходит ко мне и берет меня за руки. И такая говорит, ну типа вам нужно приготовиться. И тут я понимаю, что все, я сейчас, я просто еле держалась, чтобы мне… Ты подумала о самом плохом? Она так быстро сказала, что я не успела, конечно. Но она сказала, да, у вашего мужа была, как она сказала, травма, heart attack. Он сейчас в больнице, и полицейский тут же уже выходит и таким серьезным голосом говорит, вот номер пациента, и дает мне такую бумажечку маленькую, я сажусь в машину, мы уедем. Мы, это, со мной был еще знакомый, потому что муж моей подруги, вот, Дима. И мы едем в больницу, и приходим туда, они уже все про меня знают. Ну то есть, потому что моя полиция приехала ко мне на адрес, искала Андрея. Ну то есть они не поняли, потому что я тоже звонила. Мы приезжаем в больницу, и сразу же на регистратуру мне говорят, стойте здесь. Меня отводят там на третий этаж, выходит такая милая женщина и говорит, пойдем в семейную комнату. Первое, что она задала вопрос, она говорит, Полина, расскажите, кто Андрей? Я так удивилась. Ну как бы, чем он занимается? Я говорю, он мой муж, он артист. Послушайте, Андрея действительно произошла серьезная штука. У него был кардиок арест. Кардиок арест – это остановка сердца. Он жив, но он, возможно, лежал очень долго до приезда скорой. Мы знаем, то есть она вот так говорила, мы знаем, что ваш муж бегал в такое-то время, но предположительно до момента, когда его нашли, мы не знаем. И тут она берет мои руки и говорит, что, возможно, у него есть brain damage. Это означает, что кислородное глодание и, возможно, будет… Ковреждение мозга. Самое страшное, что я… Я не помню, то ли я задала вопрос, то ли я говорю, это что означает? Она говорит, he could be a vegetable. И тут же следующая фраза, она говорит, но когда он приехал, КТ было хорошее. Я хватаю ее вот так вот за руки и говорю, thank you, thank you. Вот как-то смотрю на нее и говорю, все, все, вот КТ было хорошее. Откуда я тогда понимала? Я не знаю, вот какие-то интуитивные моменты. Она сама в офиге, она говорит, мы сами не понимаем, как это так, КТ мозга у него прекрасная. После всего, то есть она говорит, вне больничных случаев таких было очень мало. А что она делала? Она делала массаж сердца? Она делала массаж сердца и таким образом давала мне доступ к кислороду, чтобы он поступал в мозг, чтобы мозг… Потому что мозг отключается через три минуты и все. Через три минуты начинает отмирать мозг? Да. Два варианта. Либо ты просто умрешь, либо останешься в вегетативном состоянии. Да, кстати, врачи всегда говорили, it's a miracle. То, что типа с ним происходит, it's a miracle. Типа, что такой случай один на очень много. Ну, они говорят, у нас первый такой. А первое что? Что у человека случилась остановка сердца? У Андрея остановилось сердце, потому что у него закупорка была главной артерии. То есть туда попала жировая бляшка, она закрыла главную артерию. Сердце от шока остановилось, он упал. И от момента, когда он упал до приезда скорой, то есть когда они установили, видимо, прошло очень много времени. Они считают как бы вне больничное время. И они сказали, вне больницы, вот 45 минут, как они от-до больницы, видимо, 45 минут, и то состояние его мозга, в которое не поступал кислород так, как должен… Такого не бывает? Да, они сказали, у нас такого не было. А как я понимаю, всё из-за того, что всё это время его спасала девушка? Его спасала девушка, да. И там вроде как был кто-то с пляжа, спасатель. Но мы не знаем. То есть я опять же со слов, к сожалению, не знаю конкретно. Знаю, что только Анна Вилан, её зовут, она детский реаниматолог. Я сейчас по-русски скажу, что прошёл месяц, прошёл один месяц, и мы встречаемся с Анной, которая спасла Андрея. Но это была не только я. Да-да, вы всё сейчас объясните. То же самое место, и мы здесь с Анной. Анна. Анна, вы спасли Андрея. Можете вспомнить, как это было? Можете вспомнить с самого начала, с начала того самого дня? Я была тут на пробежке. Везде много людей. Это было лето, поэтому пляж был заполнен… С купающимися? Да, и детьми из детского сада. Ага. Вот там было какое-то замешательство. И потом я увидела спасательную команду. В Португалии мы называем их ИНЭМ. Когда с кем-то что-то происходит на улице, мы звоним им. Это экстренная помощь, да? Да. Я увидела, что они здесь. И присоединились к ним. Да. Андрей лежал там. Там были спасатели, которые сначала оказывали первую помощь. А в итоге там оказались они, я, другой врач и медсестра. И мы начали оказывать профессиональную медицинскую помощь с использованием дополнительного оборудования. Я подавала кислород, пока медсестра делала укол. Ага. Доктор делал кардиограмму, чтобы увидеть, что происходит с сердцем. Ага. Еще мы использовали аппарат «Лукас». Он для непрямого массажа сердца. С ним вы не должны все время делать массаж сердца. Это делает аппарат. Мы наблюдали за ритмом его сердца, чтобы решить, сделать электрошок или что-то другое. Потом его интубировали. Как близко к смерти он был? Ну, некоторое время. Думаю, некоторое время он был на другой стороне. Ага. То есть почти смерть? Да. Он получил 9 разрядов дефибриллятора. Ага. Его тело поднималось с земли. И это было… Как в кино? Да. Да. И это было… Страшно. Да, очень страшно. Я говорю, ну, чудо, чудо. Я это почувствовала. И она говорит, подожди, куда ты пошла? Он в трубках. Угу. И она даже не успела мне сказать. Она говорит, он в трубках, он в коме. Я говорю, окей, кома, то есть он совсем, да, она говорит, да, это искусственная кома. Я говорю, окей. И в этот момент, как бы, я захожу и вижу, да, лежит Андрей, трубки. Он лежал, абсолютно загорелый, красивый, думаю, живой. Она начинает говорить мне, пробуй разбудить его. У меня какой-то был… Я не знаю, что это было, но день был тяжелый, потому что я говорю, как? Я говорю, Андрей, проснись. Ну, я не знаю, это звучит сейчас, наверное, нелепо, но я именно так и делала. Я пыталась сказать ему какие-то слова, которые, наверное, скажет человек просто, когда понимает, что он спит. И Андрей не открыл глаза, но движения там были вот такие. То есть он вот так вывернул руку левую или правую, я не помню. Вот так. Вот так. А я еще тогда не знала, что… Это такой медикамент жесткий, короче, что там трип, и там все замедлено. И это вообще, ну, как бы история такая сложная, что там все замедлено. И поэтому он пытался надеть майку. То есть я уже потом догадалась, потому что он делал движение, как бы, что он хотел встать. Ну, потому что я его когда бужу, он надевает майку, и там идет кэмбель или что-то. Но сам, когда я это увидела, конечно, было страшно, потому что тебе пять минут назад сказали, что у человека может быть овощей. Ты не понимаешь эти движения, это что, вот так и останется. И что-то, я не знаю, такое, опять же, интенсивное, я подошла и провела ему по пятке. И он вот так вот ногу подернул, вот так вот, как он делает, потому что он ненавидит это. И я так развещу и говорю, все нормально будет. И все врачи такие, окей. Я говорю, ну, потому что, я говорю, он так потек. Все такие, ну, это рефлекс. Я говорю, нет, я знаю, как он делает, как бы, вот. И говорю, ладно, все, я поехала домой, завтра приеду. Видно, это все было на адреналине. Конечно, когда я приехала домой, ничего не было того, что увидели врачи. У меня, ну, как бы, весь организм сошел с ума, естественно. То есть, меня и тошнило, и все было очень плохо. И я просто как сумасшедшая сидела. Я не могла ехать домой, я жила какое-то время у моей подруги. И я просто вот сидела и как сумасшедшая повторяла, не, ну, все же будет хорошо, все же будет нормально, а если нет? Не знаю, надо погуглить. Не, гуглить нельзя. И я просто сидела на телефоне. То есть, мне начали звонить те, кто знал, и говорить, ну, как ты? Как Андрей? И я понимала, что… И это уже потом, ну, как бы, нескончаемая история одного телефонного разговора. То есть, я поняла, окей, когда я с кем-то разговариваю, мне легче. Это я уже поняла в первую ночь. То есть, я знала, что я не буду спать, там есть, но пока говорю, не страшно. В России есть закон, по которому ты не можешь оставить человека в опасности. У вас тоже? Да, то же самое. Если видишь на улице человека, которому стало плохо, нельзя пройти мимо. Нет, нет. Представим самое плохое. Допустим, нет скорой помощи. Можно вот так спасти человека в такой ситуации, как была у Андрея? Например, если ты закончил курсы первой помощи. Или профессиональный доктор. Можно сделать что-то своими руками? Да, можно делать то, что делали спасатели – непрямой массаж сердца. Ага. Да. Но это возможно делать только несколько минут. Потому что если сердцу нужен шок, то надо использовать дефибриллятор. Тебе нужна профессиональная медицинская помощь с дополнительным оборудованием. Даже если ты отличный доктор или отличный реаниматолог, сделать все только своими руками невозможно. Через некоторое время нужно будет что-то еще. Когда делаешь это, ты качаешь сердце. Да. Кровь идет во все части тела. Ты качаешь так вместо сердца. Потому что сердце остановилось. Так? Ага. Это очень важно. Потому что ты делаешь так, чтобы кровь шла к мозгу. А это самое важное место. Ага. Нужно понимать каждому. Это базовая вещь. Вы можете ее сделать. Есть другая проблема. Если ты видишь, что у человека прямо сейчас случился сердечный приступ, ты можешь начинать делать это. Но если ты идешь по улице и видишь человека на земле, ты не знаешь, сколько он там лежит. Тебе следует начать, но неизвестно, получится ли у тебя. В случае с Андреем люди видели, как он упал. На пляже было много людей. Сейчас солнечно, хорошая погода. Но если идет дождь, то тут почти никого нет. Если ты упадешь на землю, ты будешь один. Время — это очень важно. Но я правильно понимаю, что есть смысл собрать вокруг себя побольше людей? И не обязательно, чтобы каждый из них умел делать массаж сердца. Так ведь? Ты просто показываешь один раз, и все. И все смогут повторить. Это не сложно. Приехал Миша на следующий день. И Миша стоит рядом, и я ему говорю, ну подойди, это же Андрей. Это трудно понять, что это Андрей. Я говорю, подойди, давай поговори с ним. Вот, и он подходит такой. И когда он услышал, то есть, ну я так считаю, я же не знаю. Мне показалось, что когда я ему сказала, что это Андрей, он так подошел. Такой, Андрюха, короче, все нормально. Я с Полинкой, все, все, все будет нормально. Врачи сказали, ты там поправишься. Хамелек, давай, короче, давай, не раскисай там, надо все, возвращаться там, все. И в этот момент Андрей открывает глаза медленно. И вот так вот поворачивает голову на Мишу и меня. Очень кинематографично. Да, ну то есть он поворачивает голову, и я еще такая… А я просто в этот момент думала, что вот сейчас бегутся врачи. А там уже потом я как бы выяснила, что они когда-то дают больше препаратов, это когда человек совсем не может выйти сюда, а когда-то меньше. Но все равно он не проснулся просто, а он прямо открыл глаза, четко посмотрел на Мишу. Вот так вот медленно на меня. И вот так вот вместе с трубкой вот так вот одной стороной вот так улыбнулся. И Миша просто такой… И он так… Так, Андрюха, Андрюха, спокойно. А Андрей слышит еще зов, что Хамиль там вставает, то-се, и Андрей начинает вот так вот привставать. И это было страшно. Ну потому что… Страшно, потому что ты не знаешь, что ты лучше делаешь, хуже делаешь. Прибежали все врачи, и мне вот тогда было немножко страшно, но все врачи сказали, это очень хорошо, это чудо. Мы приехали в место, где тебя спасли. Да, это госпиталь Санто-Антонио. Я здесь пробыл полгода, пять месяцев в общей сложности, включая реабилитацию. Мой второй дом пока что. Меня привели в сознание, когда меня привезли в Сан-Жуау. Там мне произвели операцию. Ну мне же убирали тромб, да, и ставили стэн, специальную штучку в сосуде. Вот. И после этого меня уже ввели в кому. Ну чтобы я набрался сил и отдохнул, и уже начал восстанавливаться после операции. Сколько ты был в коме? Ну эта кома была рассчитана на семь дней, по-моему. И я в ней находился, день я был в активном состоянии, бодрствовал. Ну то есть я лежал с закрытыми глазами, спал, да. У меня, как мне рассказывала Полина, у меня один день был активный, один день был глубокий сон. То есть я не бодрствовал, да, в широком понимании смысла. Я спал, но со мной можно было разговаривать, когда я в неглубоком сне. Она мне ставила музыку, наушники включала, со мной разговаривала. А второй день у меня был очень глубокий сон, я крепко спал. И вот таких дней было шесть или семь. Семь дней, по-моему. Семь дней комы. Главный вопрос. Тебе объяснили, почему это произошло? У меня один из сосудов в сердце, их три, один из трёх врождён оказался меньше, чем нужно. Он такой был изначально. И он не пропустил тромб жировой. Если бы он был больше, наверное, он бы прошёл. Причина в тромбе наверняка, наверное, хотя холестерин мой в норме, можно сказать, что мой организм каким-то образом создал эти тромбы. Хотя не сказать, что я не ел столько жирной пищи, чтобы сказать, что я всё время… Просто у меня в организме столько оказалось вещества, чтобы создать этот тромб. Это второе. Встретились тромб, узкий сосуд. Вот они встретились. А даже если один сосуд из трёх забивается, то… Да, сердце начало биться лихорадочно очень быстро. И чтобы не произошёл разрыв сердца, оно себя остановило. Сердце приняло решение, чтобы не лопнуть, надо оттормозаться. И оно просто встало. Поэтому у меня не было такого, что я бежал такой… А я просто… Тоже кого-то повезли? Да, да. Вот я всё время смотрю. Сейчас они называются «Бомбейруш». «Бомбейруш» я теперь обращаю внимание. Видишь, у меня сколько новых появилось? Точек. Вещи, на которые ты никогда не обращал внимания раньше. Да, дефибриллятор и «Бомбейруш». Думаешь, смотришь на них и думаешь, что тоже спасают кого-то? Да, вот так я ехал. С таким шумом я ехал. Каста сразу внесла очень большую лепту, на самом деле. Парни поддержали очень серьёзно, помимо приезда Шима в Порту. Парни сразу же мне звонили каждый день, потому что они узнали, в каком я состоянии, что мой делирий будет продолжительно у меня. И они мне звонили каждый день, меня забадывали вопросами. «Хамиль, а ты помнишь, как мы были там, помнишь, на стройку забрили? Что мы тогда делали? Как звали этого чувака там?» И я копался. Это было так сложно, это было так неприятно. Меня это так бесило. Я знал, что это нужно. Это так раздражало, потому что, ну, когда не можешь что-то вспомнить, сразу. И я думаю, блин, ну, хоть бы моя память восстановилась. Ну, и благодаря этим вопросам, действительно, постепенно я, как в ГТА, открывал в участке заново свои памяти районы. И потом я успокоился. По очереди звонили Змеи, Влад, Шим. Мне задавали вопросы по поводу всех разных там, года, разные времена. Это было круто. Меня это очень бесило, но потом я понял, что это была очень хорошая такая терапия. И, конечно же, благодаря ребятам я успокоился, потому что я переживал, как мы будем жить дальше. Ты говоришь про страх. Самый страшный для меня был вопрос, а смогу ли я вообще когда-нибудь поехать на концерт снова? Потому что это музыка, это все-таки моя жизнь. И состояние на сцене — это ни с чем не сравнимая жизнь. Ну, какое-то состояние определенное человека. Смогу ли я еще раз это делать? И меня это волновало, потому что я до конца, пока не закончилась вообще вся эта эпопея, я не был уверен, что я поеду когда-нибудь еще раз на концерт. Это реально было так. Ну, меня настроили так и врачи. Говорят, да, четыре месяца, ты говоришь четыре, мы говорим пять. Ну, не факт, не спеши. То есть может быть год, а может быть больше. Меня все время так, знаешь, не обнадеживали. Поэтому для меня был самый большой страх, что я никогда больше не поеду. Парни сказали, что не волнуйся, как бы это ни получилось, ты будешь получать все деньги за концерт, даже если ты не ездишь сейчас на концерты. И это была еще одна большая поддержка, потому что я понял, что мы не пропадем сейчас без работы, без дохода. Потому что я пришел в себя, у меня была куча всего, и это была одна из пульсирующих мыслей, а как же мы будем дальше жить. И это, конечно, меня сразу как-то в канву устаканило, этот разговор с парнями, и все это, конечно, было важно. Вы как-то рассказывали, что у касты следующая система оплаты концертов. Если ты пропускаешь его без уважительной причины, ну там, какие-то свои сторонние дела, то тогда тебе не платят гонорар за концерт. Верно. Если ты пропускаешь по уважительной причине болезнь, то тебе платят половину, хоть тебя и не было. Верно. А группа сказала тебе… Полноценная, ты будешь получать весь гонорар. Как будто бы ты ездишь с нами. О. И я, конечно, не ожидал, что такое будет. Ну я как бы не ожидал, что они так поступят, круто. И, конечно, это было большое для меня облегчение в этот момент. Когда ты поняла, что все, он в норме? У тебя был вот финальный момент? У меня самая жесть началась, когда его пробудили. Я хожу каждый день в больницу. Ага. Здесь можно ходить до 8 человек в любое отделение, даже в интенсивное. Я хожу к нему в больницу, слушаю с ним музыку, пытаюсь говорить и все такое. В общем, я как-то приспособилась, скажем так. Ну, в смысле, я знаю, что за чем идет. Я… Влилась в рутина. Да. Ну, относительно, но выживаю. И тут я просто прихожу, мне говорят, подождите. Я думаю, боже, что сегодня? Ну, каждый день такое было. И тут я захожу и вижу, что Андрея… Все, нет трубок, как бы его разбудили. И я подхожу к Андрею. И у меня почему-то это вот, ну, странное чувство, я не знаю. Почему-то у меня было какое-то такое… Ну, чувство, он выглядел таким довольным. А я как бы вот прожила за эти там 7 дней просто 7 жизней. А он реально лежит и улыбается, и так смотрит на меня. И я говорю, Андрей, ты… Почему-то у меня очень глупый вопрос, что это типа, ты помнишь что-то? Или что-то, что произошло и так далее. И там стоят медсестры, вот. И Андрей такой, так на меня смотрит и говорит, а ты в чем пришла? Да. Я говорю, ну, платье, в зеленом платье… Ну, я стояла в зеленом платье таком, а он такой… Так на меня посмотрел. Нихуевенько так. Не, ну… Вообще, я тебе хочу сказать, можно закрыть вот эту вот всю байду, как бы. И можно тут немножко уединиться. И я просто стою, и я понимаю, что у меня какое-то… У меня просто жуткие смешанные чувства, потому что я, с одной стороны, рада, но я понимаю, что у него эйфория. Но этим не закончилось. Подходит главврач, кардиология. И она смотрит на меня и говорит, с вашим мужем все хорошо. Он мне сказал, что когда закончат смены, выключится свет, он будет читать мне рэп. Я так… И там стоят еще четыре медсестры, и они такие… И мне. И я такая, а… Ну, всем эта история сегодня. Сегодня всем. Вот. И, опять же, ухожу домой, и все у меня спрашивают, естественно, миллион звонков. Ну, как он? Как он? Как он? Я говорю, да все нормально. Сказал какую-то такую штуку. Я позвонила его другу в Ростов. А он такой, ну, старый из закалки. Он такой… Он мне говорит, Полинка, ну, я не пойму, что тебе не нравится. Ну, как бы человек воскресный, пойми, у него сейчас прет. Он вернулся с того света. Что ему еще сказать? Конечно, он проверяет первым делом ноги. Ой, там все на месте. И… А у меня было смешанное чувство. Я почувствовала, что как это ты, как бы проснулся и не почувствовала мою боль вообще. Я тут такое пережила, а ты живой. И все. И проходит… И я, значит, иду на следующий день. А его уже перевели в палату. И там совершенно другое. То есть я прихожу, а он сидит на кресле. И куда-то так смотрят. И такая палата. И такая тишина. И там нет врачей. Это не интенсивка, где все бегают. То есть ты приходишь, а там обычная кардиология, как бы сидит Андрей такой. Я к нему прихожу и говорю, Андрей, привет. Ну, давай поговорим, как ты себя чувствуешь, туда-сюда. И он такой… Я понимаю, что он напуган. Сейчас такой сразу ремарка. Самый сложный период. Когда его разбудили, он оказался в интенсивной кардиологии. Он был в состоянии под названием делирий. Это временная амнезия, а также изменение личности. То есть я пришла, и там был не совсем Андрей какое-то время. То есть внешне это был Андрей, да, но это состояние, когда человек может что-то перепутать. То есть он меня знал, но я ему какую-то такую вещь спросила. Типа, ты помнишь, как ты мне там предложение сделал? Он такой, в письме? Я говорю, нет, не в письме. Ну, и он ничего не помнил. И тут меня высадило на панику. Потому что… Вдруг не тот вернулся? Вдруг не вернется сознание. Мне никто не сказал, что такое делирий. Мне сказали так. Мы не знаем, что останется навсегда. Из воспоминаний. Вообще не знаем психологически. Мы не знаем, вернется он в то состояние, которое было или нет. То есть физически проще, а психологически они говорят, нет, мозг не изучен. Мы не знаем. И вот в этот момент я… Мне было очень тяжело. Ну, то есть я прям помню, что это было самое страшное. Вот тогда меня заклинило. Это очень тяжело, ну, как бы любить человека в этот момент, когда ты понимаешь, что это и не тот человек. И ты его любишь безусловно, но ты в состоянии вот этого недоумения, что ты ничего сделать не можешь. И это прям вот было самое жуткое время. Но тут подключилась опять же каста. Ну, как-то им было проще. Потому что у них все-таки основное было так. Он помнит песню свою «Закрытый космос»? Я говорю, да. Ну и все. И отвали от него, типа. Хватит его докучать, как бы. Вот. Ну, вот это и было тяжело. Мне нужно было больше, чем просто человек, который знает там песни и так далее. Потому что в какой-то момент все ты думаешь на свой счет. Ну, типа. Он забыл меня. Он забыл все, что связано с нами. Уже все такое. И вот, ну, было страшно. Концертом ты вернулся в декабре? В декабре. Спустя полгода? Пять месяцев. Ну да. Ты помнишь тексты? Я, когда пришел в себя, и мне рассказали, что я умер и пришел в себя. И я первым делом проверил, что я целый. Это сбило половину моего стресса, нервов. А потом я думаю, что же я помню. Ну, потому что, в принципе, была амнезия. Да, я практически ничего не помню. И такая туманность была большая. И я начал думать, что же я помню из текстов. И я начал вспоминать закрытый космос. Я думаю, да, где же мой закрытый космос? И я такой, да, любовь слепа. Такой, все, все в порядке. Теперь все будет хорошо. Как концерты прошли? Отлично. Отлично. Оказалось, что это очень просто. Моя программа реабилитации. Я два раза в неделю приходил сюда. Полтора часа в день я делал упражнения с группой, разыгрев. Потом беговая дорожка, либо велотренажер. Потом остывание. Ну, в общем, да, полтора часа. И оказалось, что концертная программа у нас как раз час сорок. Это как раз та же самая нагрузка на сердце, как на моей реабилитации. И после первого концерта, который я дал, я оценил свои ощущения, понял, что я дам 4 концерта подряд легко. На первом концерте было представление, что вот, там, Хамиль, Хамиль бессмертный, снова здесь. Хамиль умер в Португалии, воскрес. Не, я очень спокоен к смерти отношусь. Я имею в виду вообще. Просто, когда слышишь это вслух, ну, сам про себя там проговариваешь тысячу раз. Но, когда это происходит на сцене, да, я немножко не готов к такому представлению. Я такой, ну, что, Хамиль, как ты там попил кофе с Тупаком на небесах или что, встретился с нотариусом в БИГ. Я такой, да, да все нормально, пацаны, да будет жизнь. И поехал концерт, начался концерт. А не пил кофе с Тупаком? Нет, я вообще ничего не помню. К сожалению, наверное, а может и к счастью. Ты познакомилась с Хамилем, когда тебе было 22? Ну да, что-то такое. А ему 39? Да. Вы стали встречаться, потом поженились? Да. Каково это, когда муж старше на 17 лет? В первую очередь это очень интересно. Потому что я, наверное, никогда не задумывалась о том, что я буду замужем, иметь семью. То есть это был какой-то флоу. Я просто чувствовала, что как-то все идет своим чередом. И, конечно, я понимала, что у нас большая разница в возрасте. Но Андрей выглядел неплохо. Скажем так, у меня, скажем так, и ровесники выглядели примерно так же. То есть я считаю, что это зависит от того, как человек себя действительно ощущает. И, в первую очередь, мне кажется, что я видела очень сильную трансформацию его образа жизни и вообще подхода к здоровью. Ну, что он просто на спорт пересел с инфантильного образа жизни. Ну, не прямленинно на спорт, но взялся за голову, можно сказать так, по-бабуленькински. Я сначала его воспринимала как хамиль Каста, а потом сразу переключился на Андрей. И я не уходила в его творчество и вообще не воспринимала его как селебрити. Ну, не знаю, потому что он мне интересен был как человек. Поэтому я знала какие-то песни, но не… В общем, очень долгое время его сольный альбом я не слушала. Что ты думаешь про его главный хит? Ты имеешь в виду «Закрытый космос»? Ну, тут врать не буду. Какое-то время меня коробило, потому что… Ну, короче, смешанное чувство. Когда мы с Андреем начали общаться, я ходила почти на все концерты. Это был единственный способ вообще, в принципе, с ним поддерживать отношения, потому что он все время где-то выступал, что-то происходило. И это очень сложно, потому что тебе вроде как нравится, но ты осознаешь, что это про другую женщину. И какой-то такой момент, но клип, потрясающая песня, потрясающая. Мне кажется, что написать о любви одновременно так, чтобы каждый мужчина понял, и не так, чтобы это было слишком смазливо, это было сложно. Андрей справился. Сейчас я уже воспринимаю это как-то спокойнее. Тогда первое время меня прям… Тяжело. Кто-то либо в процессе просмотра этого интервью, либо после него впервые увидит твой главный хит «Закрытый космос». Увидит или услышит. Ты можешь коротко рассказать для них, про кого написана эта песня? В 2009 году я был в браке, развелся и переживал после развода какую-то свою несостоятельность, что это не мое и прочее. Переживания были внутри, я никогда на бумагу это не кидал. Просто ходил, думал об этом. И там через какое-то время приехал ко мне товарищ и говорит, блин, тут наш золотой мальчик, сын одного из богатейших людей Ростова, он там решил читать рэп. Пацанчик там на Ламборгини ездит. Говорит, вот он захотел зачитать рэп, надо ему написать текст, может деньги заплатить. Ты же хорошо пишешь, можешь ему написать, возьмешься. Я такой, блин, да нет, я не возьмусь, мне это не интересно. У меня принцип был, я просто не хочу этим заниматься. Я говорю, я могу посоветовать, кто это сделает. Я посоветовал человека, езжайте к нему, он точно сделает. А песня будет, точно будет песня совместно с какой-то вокалисткой, песня про любовь. Ну вот им нужна такая тема, может ты сделаешь. Вот, и после этого разговора я их отпустил. Ну, у меня же студия дома, и я что-то сидел на студии, и я такой себя спросил, а если бы я согласился, что бы я мог сейчас написать. И я просто сел и начал что-то писать, и оказалось, что я на бумагу под эти мысли начал выкидывать вот свои переживания. И я так посидел шесть часов, и за шесть часов меня, ну, я прямо увлекся, решил не оторваться, пока не закончил. Вот, и как раз до ночи за шесть часов у меня получился текст. И я потом пацанам показал, говорю, типа прогон, не прогон, я просто никогда такие песни не писал. Прогон – это шляпа? Ну, типа да, фигня или нет, потому что я такие песни не писал, не специализируюсь, ну, как-то не думал. Просто вот получилось вот так, такая ситуация, и я вот так сел, записал, и не знаю, что с этим делать. Мне сказали, да нет, ты чего, вообще норм, ну, давай. Только я писал совсем на другую музыку, и я тогда увлекался, я слушал очень много французов, французский рэп Буба. Он очень такой крутой, бубнящий чувак, но он очень круто читает, мне его стиль очень нравился. И я в его стиле зачитал под такой очень жесткий, брутальный биточек этот текст. И мне так нравилось, мы с Владом обсуждали, он говорит, слушай, ну, этот бит, этот вообще не сюда. Типа, у тебя какой-то там методмен, а тут, ну, реальная же история любви, надо что-то покрасивее там все-таки придумай. Ну, и я нашел, у нас есть битмейкер классный, Прометей, я как раз к нему обратился и увидел в его пачке минусы и говорю, блин, это он. Думал ли ты когда-нибудь, что, блин, а если бы я такую песню отдал другому чуваку? Нет, не думал, не думал. Я все время думаю о том, что как иногда налегке выпадают такие вещи. Ну, просто, знаешь, а давай попробовать на одном дыхании и так выскакивает. Интересно, интересно, больше я думал о том, как вот, не то что найти ключ к этому механизму, а просто, блин, вот как же тут налегке иногда так работает. Ты у этой стенки пишешь? Да-да-да, это, кстати, одно из мест, ну, на этом пляже, вот я здесь как раз сожжусь. Ну, не знаю, меня она притягивает чертовски, как кусок душевой в бассейне. Просто неожиданно на пляже появишься? Да-да-да, и я там люблю посидеть, ну и на солнце классно. Креешься, сидишь, пишешь. Я просто обычно пишу и сразу демки записываю. На наушник, на аудио. И здесь народ меньше ходит, в основном все снизу, и я тут сижу и кричу, короче. Ну, как истинный португалец, я сижу и ругаюсь, короче, на микрофон. А здесь было написано что-то, что уже вышло? Нет, это все новый материал, я еще это не выпускал. Для сольника или для альбома Каста? Ну, ты знаешь, альбом Каста мы сейчас еще пока не взялись писать, хотя вот очень хотим сейчас все утрясти всякие эти дела с бумажками и взяться. А я, ну, до этого случая со мной и сейчас я вот дописал сольный альбом. Ага. Вот еще пока не знаю, что с ним делать, как, чего. Но главное, что уже все, мне хватило времени как раз за полгода все закончить. Ага. Так что я даром бремя не терял. В твоей дискографии есть один полноценный сольник? Феникс? Ровно 20 лет назад, кстати, да, в 2004 году. И совместный со Змеем? И в 2010-ом ХЗ. Сейчас это сольник или ты снова с кем-то поделишься? Это, нет, это сольный альбом. У меня накопилось очень много сольных песен, я уже, они у меня из карманов выпадают, надо их уже как-то выпустить. Как технически происходит написание? Смотри, я правильно понимаю, что Каста — это довольно такая структурированная группа, в том смысле, что вы встречаетесь по скайпу, вы предлагаете идеи, обсуждаете. Расскажи чуть-чуть, вот как это работает. Мы очень долго к этому шли, но финально, конечно, мы научились это хорошо делать во времена ковида. А до этого мы пробовали. Сначала вообще вмешиваться в процесс написания текста, потому что это такое сакральное раньше было занятие, и только готовый текст можно было показать или услышать, и ни в коем случае, ну, можно было посоветовать, сказать хороший, плохой, но как, будучи участниками группы, да, никто не решался вмешиваться. Давай ты можешь заменишь там вот это слово. Ага. Это было недопустимо. Потому что по понятию они позволяли тогда это делать. Вот. И постепенно, постепенно мы, конечно, научились вчетвером друг к другу вмешиваться в тексты. И после этого мы научились работать вместе, писать вместе. То есть сейчас это, конечно, на созвоне, на видео мы включаем. Это сессия, там, два-три часа мы включаем в день. И, ну, сколько время позволяет у ребят. И мы обсуждаем, о чем будем писать, о чем сегодня будем писать, у кого что есть. Ну, и вот таким образом там, классно, давайте. Вот это интересно, ну, все накидывают темы. О, давайте вот за эту тему возьмемся. Потом, а что за музыка? Давайте все накидывают музыку по настроению. То есть вот прямо в процессе это происходит. Ладно, давайте, все понятно. Сейчас час берем на написание, там, накидываем строчки. И потом возвращаемся, показываем, что у кого есть. Сейчас, прям как в офисе, рабочее время. Да, да, давайте. Ну, там, сорок минут маловато, но можно сорок минут, если времени, там, знаешь, впритык. Есть, там, два часа сейчас поработать. И мы возвращаемся, показываем. У кого-то там одна строка, у кого-то. Я там, я люблю навалить сразу, там. Я не пишу, там, чистовик сразу, знаешь. Я, там, просто, там, накидываю что-то какие-то. Может быть, из четырех строк, там, полстроки, оказывается. О, классно, вот этот момент хороший, там. Четырестишься, вот это надо запомнить. И таким образом, там, за день мы можем что-то такое накидать. Какие-то наброски, и потом уже, ну, самостоятельная работа. Кто, у кого сколько хватает времени этим заниматься. И так, обычно опыт показал, что хорошо работают трехдневные сессии. Три дня. Вот, каждый день, два-три часа иметь на такие созвоны, это дает прямо базу, чтобы сделать уже песню. Блин. Реально. Это, это такая работа. Есть еще номер два, это, конечно, удачнее, когда можно встретиться лично. Ну, допустим, там, даже перед концертом мы где-то слетелись, и есть свободный день, так получилось. Ага. А че б не потратить его на сочинительство. Мы собираемся в номере где-то. И точно так же, только мы сидим вместе и прямо пишем прямо тут, короче, четвером. Звучит скорее как работа, а не как творчество. Да, это звучит… Ну, для тех, кто представляет творчество таким, знаешь, ах, мне пришла в голову идея. Вот она на холостке. Мы с этого начинали. Ага. Ну, это, это тоже есть. Это все есть в жизни. Там, знаешь, мы проводили реально психологические тренинги друг с другом. Опиши свое идеальное место для работы, где бы ты хотел работать. Я бы хотел, чтобы сидеть на… в деревянной беседке, чтобы передо мной открывалось поле, там виднелся лес, покрикивали какие-то птицы, я бы сидел, ветерок шаловливо переворачивал мои страницы, я бы закидывал туда строчки. Ну, то есть у каждого свои какие-то фишки. Это твоя была идеальная картинка? Японка, по-моему, в Ладе даже. Ну, вот какой-то там дубовый-дубовый офис, все с дерева, дубовый стол. И мы все это использовали, да, использовали, ну, чтобы, знаешь, друг другу, там, подкидывать какие-то эмоциональные фишки. А потом мы поняли, что, ну, ведь творчество, оно внутри, и не обязательно делать фон творческий. Ну, вот эти все, знаешь, там, страдания, там, вдохновения, оно все есть. Только оно работает как бы фоном, оно, знаешь, все равно идет фоном во время построения хорошего, грамотного процесса. Ну, в условиях, в которых мы себя привучили работать, чтобы не растягивать, не с прокрастинацией бороться и прочими штуками. Это реально хороший качественный метод. О, да. Расскажи, как ты оказался в Португалии? Это было в двадцать первом году. Получилось очень интересно. Ну, все это, это все моя жена, на самом деле. Полина, она москвичка, и в какой-то момент она сказала, знаешь, я стала не узнавать Москву. Она мне говорит, Москва красная, стала красная. Ну, что это значит? Ну, я думаю, что очень много красных вывесок, красных флагов, ну, что-то такое. Она мне так и заявила, будет война. Говорит, я думаю, что будет война. Ну, а я недолго думаю, я как бы много раз уже с Полиной убеждался, что у нее очень хорошо чуйка работает на разные вещи. Я говорю, окей, давай, решила, так решила. Конечно, все крутили у виска, говорили, ну, все привыкли, что я с придурью всегда какие-то фишки выкидываю и в группе там, и везде. Поэтому, конечно, с пониманием, но так, посматривали на меня, говорят, как это так-то вы решили. Вторая причина была то, что как раз в двадцатом году у нас родилась дочь, и мы начали сталкиваться со всеми этими социальными штуками, там, типа, выплаты, невыплаты, обучение, там, думать об обучении, там, в садике, и поняли, что настолько вся эта система в России плохая. Помимо того, что обстановка, да, сложная, и для ребенка, ну, мы не видели, что прямо здесь можно какое-то классное будущее сделать. Это была вторая причина. Мне в какой-то момент показалось, что все какая-то бутафория, трафаретка. Что я как бы, я даже Андрею говорю, слушай, я себя чувствую немножко в своем городе, чувствую немножко иностранцем. Он говорит, в каком плане? Я говорю, ну, потому что все как будто поменялось, и никто об этом не говорит, и я себя чувствую как-то странно. И я поняла, что, да, будет понижаться уровень жизни, да, будет тяжело, но я поняла, что это стоит того. То есть была какая-то сильная мотивация. Ну и, конечно, мне кажется, на тот момент уже было четко понятно, что закручиваются гайки, но они уже не закручиваются. Мне было ощущение, что уже просто по батареям звучит этот звон. И, не знаю, я понимала, что, ну, какие-то там думали, я схожу с ума и даю панику. Я подумала, ну, хорошо, если так. Вот и все. А тебя, я так понимаю, смутило разгон протестной активности в течение 2021 года? Нет. Такой какой-то рубеж, если можно так сказать, последняя точка — это была Белоруссия. В отношении того, что Каста сняла клип «Выходи гулять», это привлекло мое внимание. Я начала, ну, как-то по-другому ощущать именно в отношении того, что… Я думала, ну, сейчас я выйду на улицу, что-то… вот выйду и почувствую, что-то поменяется в людях. И я понимала, что, ну, все все равно молчат. И я подумала… У меня проскочила такая мысль, что я понятия не имею, что должно произойти, чтобы люди заговорили. И вот тогда мне стало страшно. На канале «Вписка» есть большой выпуск про группу Каста. Это осень 2021 года. И в целом, на мой взгляд, это замечательное исследование про группу. Те, кто хотят в формате двух часов узнать про то, что для русского рэпа сделала Каста, и как это вообще все происходило, просто могут посмотреть. Замечательный выпуск. Да, точно. Прям сделали. Да. И причем со знанием дела, с любовью, с уважением. Очень круто. И там есть замечательный момент, когда ты рассказываешь, что ты теперь живешь в Португалии, и в стык после этого идет Влади, который говорит, что «Я не понимаю, зачем Хамиль переехал в Португалию». Я то, о чем я тебе говорил, почему они крутили у виска. Что такое? Что он съел? Что случилось? И это так и забавно, и грустно смотреть сейчас, что ты, по сути, был пророком в группе. Да, они не понимали, что со мной происходит вообще, что со мной сделала Полина, моя жена. Как она меня на такую авантюру уговорила. Но это были сложные времена, конечно. Я летал туда-сюда постоянно. Я сказал, парни, все нормально, мир не рушится, так же летаем на концерты. Это мой головняк, я буду летать по пять пересадок, но я на себя это беру, я могу себе это позволить и физически, и вообще. Но приходилось мотаться. Я, конечно, как ужаленный летал везде. Зато много посмотрел. Ты сказал, что вы переехали сюда за лучшей жизнью, но многие считают Португалию очень красивой, очень милой, очень кайфовой, но все-таки провинцией Европы. Когда я сюда приехал, мы же ни разу не были здесь до этого, до переезда. Мы приехали с закрытыми глазами, просто. А, то есть ты даже туристам сюда не привезешь? Никогда. Никогда в жизни. И на самом деле это страна, это страна, да, это как раз-таки бешеные собаки, лишний сто-верстный крюк. Но это страна, которая нас приняла с простертыми объятиями. Просто мы на самом деле до того, как задумали переезд, рассматривали несколько мест. Италию, Испанию и Португалию. Ну, чтобы были какие-то возможности выбора, да. И из всего перечисленного Португалия она приняла просто с простертыми объятиями. Может быть, потому что, да, это провинция, она готова брать всех, но это отношение. Это отношение, в первую очередь, с полуслова они увидели, что, да, мы переехали по учебе, они увидели документы, сразу ее взяли в университет. Только мы сказали про дочку маленькую, они сказали, все, она уже в садике, приезжайте, она у нас в садике. В португальском. В португальском садике. Вот. Ну и Португалия, надо сказать, что она, конечно, для переезда самая комфортная, самая лояльная страна в плане всех документов и штук, потому что, допустим, в Италии нету воссоединения ребенка с матерью. Там это отдельная волокита, отдельный кейс. Ну, в смысле, кейси по студенческой визе. Да, в Испании очень долго ждать гражданства и прочее, ну, какие-то свои сложности. Ну, вот у нас прямо лежало три папки. Ага, с плюсиками и минусиками. Да, три папки, и мы поняли, что, ну, вот Португалия, она вообще по всему подходит и даже больше. Ты здесь учишься? Да. В университете Порту? Да. Ну да, это часть Порту, Матазиниош. Это колледж, называется ЕЗАД. Я до сих пор, да, учусь. На кого? Ну, вот Communication Design называется, коммуникационный дизайнер. Вот. Это на тот момент было единственное обучение на английском. Было очень трудно найти, но вот каким-то образом все совпало. Но вот сейчас из-за событий я перенесла сдачу диплома. Надеюсь, что я выйду из статуса вечного студента. Как тебе здесь живется? У меня сейчас три ответа. Значит, смотри, от чего прыгать. Я прыгала от того, что меня не бьют, меня не насилуют, мне есть что кушать. Небо голубое. Вот, если от этого прыгать, то, конечно, когда ты уже чуть-чуть обживаешься, и ты уже начинаешь ворчать, ой, холодно, ой, влажность, ой, крыша течет, ой, еще что-то. Но потом ты просто откатываешься назад и понимаешь, что вот как бы ты в безопасности. И эта страна, я выбирала ее не случайно. Я посмотрела, что здесь очень зеленая политика. Ну, в смысле, что они просолнечные панели, зеленая энергия. Она, кажется, восьмая в рейтинге безопасности в мире. Ну, в общем-то, она очень миролюбивая. Ну, как-то вот пока мне нравится. Но есть, конечно, свои минусы. Португальский — сложный язык. Мы его только начали учить. И как-то вот с точки зрения ассимиляции, или как это называется, у нас еще пока медленно происходит все. Мои близкие друзья были на одном из американских концертов Касты, где тебя не было. Последние. Последние, да. И они увидели, это было в Майами. И они видели, на какую песню активнее всего реагирует зал. И эта песня «Номерок блатной». Номерок блатной, три семерочки. Едет, катит фраерок, ксивы корочки. Да, да. Ну, для меня этот рассказ неожиданный. Потому что в топ-10 песен, с которыми у меня ассоциируется каста, это туда не попадает. Так всегда происходит или это в Майами было только? Это действительно очень популярная песня, когда мы ее не исполняем, из зала кричат «Номерок». Давайте номерок. Эй, давай номерок. Эта реально песня, она, наверное, так сильно засела, потому что, ну, она просто очень-очень жизненная. Ну, номерок блатной, и это всем нравится, что номерок блатной, три семерочки, это про всех. Ну, я так думаю. Почему она так заходит? Конечно, ее и мелодия очень легко сопоминающейся, и манера исполнения, там и фраерок, и вот эта вся любимая тематика приблотнения куда-то. Я думаю, поэтому в Америке особенно люди заскучали, не видели живьем, может быть, какие-то такие воочию картины появления, там, знаешь, таких персонажей, таких машин. Ну, или ощутить вот этот момент, когда ты увидел это. Ностальгия по шансону? Да, я думаю, что из-за этого. Считается, что в русском рэпе сейчас тренд на слияние с шансоном. И в том числе популярность геопики – одна из иллюстраций этого. Ты это чувствуешь? Я геопику понимаю, я знаю, что я успел последить, посмотреть за это время, что происходит. Вижу, что геопика везде. И да, да, наверное… Вот ты сейчас объяснил мне, почему. Потому что влияние шансона на рэп сейчас колоссальное. Видимо, это да. Я думал просто это дело именно в геопике. А ты вот сейчас мне открыл глаза, что это действительно… Сейчас время. Сейчас время для шансона. В натуре. Сейчас самое время для шансона. Потому что сейчас состояние у людей как раз… Прости господи, слово пацана и шансон – это все сейчас в одну копилку идет. Действительно. Тебе такая музыка интересна? Либо чтобы сочинять, либо чтобы слушать? Нет. Нет, абсолютно. Я слушал много, но это было в 16 лет. Мне нравилось. Иван Кучин и прочее. Это была такая ростовская тема. Ты много историй рассказывал про опасности и ухаба жизни в Ростове. Но в какой-то момент казалось, что эти истории все из прошлого, 90-е нулевые. Но в конце десятых ночью чуть ли не на Садовой тебя пытались кинуть на ноутбук. О-о-о. Это конец десятых, да? Да. Типа там 17-ый. Да, да. И ты разрулил эту историю. Это были чуваки из Дагестана? Да. Три парня из Дагестана. А я настолько привык. Это Ростов, мой родной, Садовая. Это как дома. Как все равно, что у себя по квартире идти. Да. И они тебе признали, что типа приехали на гоп-стоп на… Да, они сняли квартиру, им надо было заработать денег, быстро отработать свой гоп-стоп и уехать. А это так делается, да? То есть такая сезонная работа. Я даже об этом не знал. Я об этом узнал. И ты разруливал историю так, что ты сказал, дайте я поговорю с вашим старшим. Да, да, да. Кто есть старший, дайте мне поговорить. Я уверен, мы сейчас найдем общий язык. И что дальше? Они звонили кому-то? Они позвонили, но мы, по-моему, с ним толком плохо поговорили. Он начал мне кидать какие-то имена. Я говорю, слушай, ну какие имена? Мы уже… Я говорю, сейчас есть я, есть ты, есть твои парни, есть Ростов. Что мы будем с этим делать? Что будет дальше, если такое будет происходить? Просто, ну, это все закончится для всех очень плохо. И я ему реально пытался объяснить, и он им что-то сказал. Они, главное, они убрали ножи, потому что они, ну, напряглись и они достали… А, они с ножами были? Да, ну они так это, из-под рукава они начали мне сначала показывать. Я говорю, пусть уберут вот эти ножи свои. И все. И они их убрали, потому что, ну, я понимал, что там, затыкают, не затыкают, но они так угрожали очень сильно. Он им что-то сказал. В общем, они со мной прогулялись, они со мной прошлись, они еще пытались, несмотря на его… Ну, видимо, он им сказал отбой. Вот. Но они пытались еще. Да, ладно, давай ему не скажем, там, все равно тебе пригодится, мы еще здесь будем приезжать, может, тебе наша помощь пригодится там. Давай на будущее, ты сейчас нас подкормишь чуть-чуть, вот, будешь знать, что у тебя есть три орла такие нормальные. Короче. Подкормишь – это отдашь то, что просят. Да, да. Отдашь хоть денег чуть-чуть, потому что я уже был готов потерять ноутбук, ну, поразмахаться ноутбуком, как-то их попытаться уложить. Ну, конечно, жалко было, но тем не менее. Так, смотри, ты просто, когда рассказывал эту историю, там звучало, что дальше мы решали через старших. То есть ты говорил с их старшими или у тебя тоже есть старшие, которые решали этот вопрос? Я просто сказал, да, одного своего человека, я говорю, мы можем сейчас начать и начать звонить того, кого ты знаешь наверняка. Я ему назвал имя, он сказал, нет-нет-нет. Но это все происходило на таком… Они все время торговались, торговались. Вот, мы можем позвонить, да, давай позвоним, давай позвоним. Ну, дагестанцев такая манера, они прут до конца, до упора, то есть у них пыль из-под колеса, они валят. А потом в какой-то момент они просто хоп, ничего не отвечают и непонятно, что сейчас будет, но уже хоп, они как бы сворачиваются, уже понятно, что больше разговора о деньгах нет. И было достаточно сказать, что мы сейчас можем развести эту историю на всю ночь и общаться. Что значит, когда у тебя есть твой старший? Не старший, это имя человека, которого я знал, и я ему сказал, что мы можем сейчас самозвонить, его беспокоить, но тебе это нужно, мне это нужно. То есть давай мы сейчас этот базар-базар разведем, и оказалось, что никому это не нужно в итоге. Ну, как я увидел по реакции ребят в итоге. Человек из мира криминала? Да. Из мира их криминала, их же соотечественника. А допустим, если бы ты обратился к нему за помощью, ты был бы ему что-то должен? Конечно, но это там небольшие какие-то деньги, наверное, мне пришлось бы ему заплатить. А, то есть это как услуга? В Ростове это да, это обычное дело. То есть ты решаешь вопрос, ну, как бы ты благодаришь человека. То есть это не как в крестном отце, что ты ему должен будешь потом какую-то услугу? Нет, нет, конечно. Ну, просто это проще. Это, ну, всегда такие правила были, просто ты оплачиваешь, услугуешь человеку. Потому что мы с ним не настолько там близки, я вот так хорошо не знаю. Я просто понимаю, о чем мы могли бы разговаривать, и, ну, мерять со знакомыми, но проще заплатить и закрыть вопрос. Вплотную столкнувшись со смертью, но придя в себя, ты стал ее бояться? Очень хороший вопрос, я об этом думал, потому что я абсолютно перестал бояться смерти. Ну, если раньше какие-то возникали мысли, и где-то появлялся страх периодически, я перестал бояться смерти. Конечно, это не то же самое, что я хочу существовать, и я, наверное, там, это не страх, а там переживание. Если бы меня не было, я бы переживал, что будет с моей семьей. Это переживание. Вот. Но сам страх смерти, он у меня отсутствует сейчас. И я благодарен во многом этой ситуации, потому что я для себя очень много... Я себя очень много простил. Я жил с таким, ну, набором каких-то штук вины, о которой я периодически вспоминал. И я понял, что я когда пришел в себя, все это пережил, я понял, что этого больше нет. И я больше не виню себя за какие-то вещи, за которые я там раньше корил. Например? Ну, не знаю. Ну, например, я однажды, не единожды, но однажды я почему-то вдруг... Ну, я был не очень уверен в себе, подростком, и я занимался губстопом, ну, какое-то время. И там, не знаю, все, кто смотрят, если вы пострадали от моих действий, я прошу прощения, но я себя очень... Ну, я там пару раз, может, в это вмешивался, и я потом себя очень долго корил за это. Это было не от страсти наживы просто, потому что, ну, такое окружение вокруг было, это было как будто модно, я себя не чувствовал уверенным, и я себя очень долго не мог простить за это, что, ну... Просто я себя представлял для себя, нашел этого человека, встретился, чтобы я ему сказал. Вот, и я не мог ничего найти, чтобы я ему сказал. Сколько тебе лет было? Мне кажется, 14. Так, а ты сам это делал или в компакте со старшим? Ну, я, конечно, один. Так, а кого ты прессовал? Ровесника или? Да, ровесника, ну, такого парня, он сын там одного из тоже дядек крупных, просто такой, ну, такой, нормально обеспеченный, но он наглый очень себя так, и мне там говорили, что вот он так себя ведет очень, и так, и так вот можно было бы его... Ты прессовал его систематически или разок просто? Нет, один раз был там. Забрал деньги? Да. А... Ну, там что-то деньги, часы, такое все. Там меня искали потом по этому, по слухам. Часы? Да. Ну, то есть какие-то такие... Это же прям уголовная статья. Ну, да. Да. Ага. Вот, и я там ходил экольными тропами, что пережил на себе это, потом думаю, блин. Потом еще какой-то случай был, у меня там что-то такое больше было, там, хотелось там... Парень плохо себя вел просто там, и как наказать хотелось, но все равно я думал, что не имею права это делать. Ну, короче, я об этом потом очень долго думал. А как ты его наказал? Ну, то есть так же там, и грабил просто. Только вот те за твои действия. А плохо себя вел, это как? Он, грубо говоря, он подставил людей, чтобы они получили, ну, они там получили по голове очень сильно. Он их хотел, как бы, наказать за свою обиду, и он их подставил. Ну, а я его, в общем, друг за друга, это какая-то была тогда, какая-то была причина, в общем, у него, у меня, в общем, тоже. Ну, и после этого все, я как бы, я понял, что это не мое, потому что я не смогу жить с таким количеством переживаний, там, мыслей об этом, и я просто понял, зарекся, что никогда об этом не вернусь к этому. Но потом меня начало это терзать очень сильно. Уже после? Да. А после остановки сердца тебя отпустило? Да, да, я об этом все время вспоминал, да, и я сейчас понимаю, что этого больше нет. Спустя 30 лет? Угу. Тебя 30 лет терзало? Да. Ну, вот, это те вещи, которые во мне, ну, сидели, ну, еще какие-то вещи, которые вот я не мог себе простить, но это вот… Я понял, что этого сейчас больше нет, я вот недавно это понял, я думаю, что-то не так со мной, ну, что-то… Я перестал во сне тревожиться, у меня стали сны без… Всегда во сне была вот эта нота такой какой-то тревоги очень необъяснимой. И я первым делом заметил, что у меня новые сны по-другому. Потом я начал еще искать какие-то моменты, где я начинаю зацикливаться от этой вины. Я понял, что ее больше нет, и это для меня очень крутой подарок. А почему ты употребил фразу, что я не очень был уверен в себе, поэтому занимался гоп-стопом в подростковом возрасте? В этом есть связь? Да, да, да. Я просто себя чувствовал неуверенно, и мне хотелось доказать, что я вот такой… Самоутверждение через насилие? Да, да. Но это вот так сработало у меня. Сначала сработало, и я как бы, о, ничего себе. Но это очень быстро прошло. Когда тебя прессовали дагестанцы с ножами на Садовой, у тебя мелькала мысль, что вот я сейчас получаю ответку? Нет, я что-то об этом не вспомнил даже, не подумал. Хотя, наверное, следовало бы. В истории группы Каста есть момент, когда организационно все не так эффективно работало, как раньше, и Владе решил привлечь своего друга Тимбилдера, парень из Латвии, который еще и по совместительству латвийский рэпер Густаво. Да, да. Он вас собрал и проводил с вами несколько сессий? Это был тот самый период, когда мы не писали альбом очень долго, и у нас были концерты. А концерты давали видимость, что все хорошо. Ну, вроде, да, какие-то деньги идут, и нет проблем. А на самом деле альбома не было очень долго, и мы потом поняли, что если мы не напишем альбом вот сейчас, то все. Ну, дальше будет просто уменьшение концертов до ноль, и мы уже больше ничего не запишем, потому что, ну, наше состояние каждого в группе, ну, как бы никто никому ничего не должен, никто перед кем не отчитывается, то есть мы уже больше ничего не напишем. И нам пришла идея, что нужен такой тимбилдер, который нас соберет и проведет с нами такую терапию. Что он делал? Он приехал, и он с нами вел группу терапевтическую. Мы до того, как начать заниматься творчеством, мы выкладывали, что у кого болит, что у кого осталось, может быть, друг другу, может быть, к миру, может быть, к себе. Какие-то, реально, обиды, вина, какие-то разрешения, какие-то, ну, то есть все что угодно. И мы это обсуждали, мы это обсуждали, потому что, ну, мы просто механически ездили на концерты, да, долгое время, но никогда, ну, уже как-то притерлись, что у каждого своя кухня, окей. А когда, ну, и не писали песни, когда пишешь песни, все-таки ты касаешься каких-то проблем, да, друг у друга. А тут мы не касались, ну, в каком-то таком, понял, замерзшем состоянии казались. И мы это сделали, мы это сделали, как раз четырехглавый орет показывает, что мы поработали, по-моему, неделю. Ну, там, пару дней ушло на эту терапию, сессию, и потом давайте писать песни. И пошло. Мы начали писать песни по, опять же, по этой программе. У него была определенная программа. Это назывался сейчас метод, боюсь ошибиться, метод шести шляп. Это разноцветные шляпы. У каждой шляпы имеется своя функция. Это шляпа-организатор. Ну, надеваешь минимую шляпу, как каждого цвета. Каждый цвет, он говорит о том, что ты сейчас будешь давать задания. Или ты будешь вести какую-то механическую работу на себя. Ну, в этом заключался подход, что каждый берет на себя какую-то часть ответственности. И потом мы менялись, передавали. Ну, я сейчас точно не помню, как это было. Но я помню, что это начало работать. Мы вышли из ступора, ну, долголетнего. И мы начали друг другу, во-первых, обрели заново доверие. И в плане доверия личностного, и в плане доверия текстового. Климат в группе потеплел. Мы начали уже более-менее перешли к вопросам рабочим. А какой текст? Какая тема? Это все было под присмотром Густава. Ну, это классная работа. Крутая. Он работал, по-моему, с «Брейнсторм» до этого. О! И нам понравилось. Ну, то есть результат. Он описывал, ребята говорили, да, это была очень крутая работа. Мы решили попробовать. То есть, по сути, он психолог тоже. Да. То есть эта работа предлагает… Оказалось, что это его занятие, его текущие жизни. Ты в какое-то время увлекался гештальт-психологией. Да. Я закончил психологию по образованию. Я психолог-преподаватель. И потом я после Ярославского университета узнал, что в Москве есть гештальт-институт МГИ. И я поехал с удовольствием… Хотел там учиться. Меня взяли. Хотя я еще не закончил. Да, последние были месяцы обучения в РГУ. В Ростовском университете. Я говорю, вот я закончу скоро. Можете меня взять на этот поток в МГИ. Но они меня взяли под честное слово, что я получу диплом. Это было классное время. Гештальт меня увлекал очень сильно. Ну, это классно. Это вот прям, чем бы я хотел заниматься, если бы не рэп. А что это такое? Что такое гештальт-психология? Это следующий этап эволюции после… Ну, это психотерапия, только более усовершенственная, более… более совершенная психотерапия, которая подходит не всем, но работает, в принципе, она довольно хорошо с теми, кому это действительно нужно. Потому что, ну, я уверен, гештальт не для всех. Ну, просто как и все что угодно. В психоанализе есть доктор и у доктора есть пациент. В психоанализе. В гештальте есть доктор и есть клиент. Он относится к человеку не как к больному, а как к клиенту, у которого есть свой запрос. И есть подход, в котором гештальт-терапия рассматривает человека как целое, собранное из разных частей. Но когда ты собираешь эти части заново, это целое уже не то же самое целое, что было до разбора. То есть в гештальте очень важно проигрывать все свои слабые точки, проговаривать и очень важно признавать все свои слабые места клиенту. В смысле, когда доктор это делает? Когда ты работаешь с доктором, вывести клиента на то, чтобы он смог спокойно признать все свои слабые места. А в обычном психоанализе не так? В обычном психоанализе обычно там ищется взаимосвязь, что от чего пошло, почему. А здесь идет ответственность больше на клиенте. Он себя не чувствует пациентом, что вот, доктор, вот моя проблема, и вы что-то должны с этим сделать, потому что вы умеете. На гештальте большая ответственность лежит на человеке, потому что он приходит с запросом, и он, в принципе, от него зависит сейчас, как этот запрос будет реализовываться. Поэтому создаются такие условия, чтобы доктор и клиент были на одном уровне. Не как доктор и пациент, а как два человека, решающие проблемы. То, что тимбилдер Густаво делал с вами, это гештальтерапия? Это гештальтерапия. То есть есть конкретный запрос? Да. Не просто вылечите меня, я в плохом состоянии, а есть конкретный запрос. Да, вы должны записывать, что я говорю, потом анализировать, а потом из этого находить мне решение. А здесь работают оба. Прямо вот в настоящий момент идет работа моментально. Идет преобразование постоянное. Да, да, с помощью доктора ты сам себя восстанавливаешь. Это работает, если создать благоприятные условия для этого. Где ты встретил войну? У нас 24 февраля намечался концерт в Харькове. Висели афиши. Организатор до последнего был уверен, что нам нужно ехать. Говорит, на меня орет какой-то тут генерал. Но, тем не менее, говорит, что в крайнем случае может обеспечить наш приезд. И мы с группой посовещались. Да, давайте поедем. Знаешь, это наше обычное дело. И до последнего пробовать куда-нибудь пробиться. Полина угрожала спрятать мой паспорт. Она меня всячески отговаривала. Был план приехать в Белгород. Из Белгорода нас должна была встретить маршрутка, перевезти. В общем, какой-то, конечно, безумный план. Я не помню, в каком мы были азарте. Но почему-то все собирались ехать туда. Накануне 23 февраля. Ну и, конечно, в итоге возобладал здравый разум. И увесевание и Полины. Конечно, я написал парням, нет, все. Ну, очень много это обсуждалось весь день. Я говорю, по-моему, нам не нужно туда ехать. Ну и я принял решение. Говорю, нет, все-таки мы не должны туда лететь. Я туда не лечу. Ну и уже у парней угас немножко этот азарт под вечер. Все поняли, что не нужно действительно. Каста сразу выступила с антивоенным заявлением? Да. Сомнений в группе не было по поводу того, выставлять это? Нет, абсолютно не было никакого. Мы единогласно все это приняли. И других мнений не было абсолютно. После этого заявления у вас был хоть один концерт в России? У нас, по-моему, прошел какой-то один концерт в Москве. И грозились выключить свет, приехать. Ну мы сделали просто на шару. Получится, не получится. Приедут, не приедут. Сделали. Никто не приехал. Концерт прошел. Свет не потух. Ну, окей. Нам повезло. Да, я имею в виду, что один концерт мы провели, потом остальные не стали делать, потому что стало понятно, что уже все. То есть, условно, с весны 22-го года ни одного концерта у Каста в России не было? Да. Каста же вывешивала объявление, ну не объявление, а пост, что концерты запрещены, но если вдруг вы хотите подпольную вечеринку, приглашайте. Только не сообщайте никому, чтобы вам не обломали праздник. Хоть кто-то попытался так сделать? Вот как раз вслед за Москвой у нас таким же Макаром прошел концерт в Питере, но это был как концерт. Это просто был клуб, он значился закрытым, потому что там никого нет. А все, кто смог туда прийти, были оповещены вручную. Просто там все, кто хотел купить билеты, им написал наш директор, сказал, вот ребята, приходите туда-то, туда-то, там не будет гореть свет, но там будет концерт. И мы так удивительно, мы провели тот же подпольный концерт, закрыт, как его называют, закрытый концерт. Как себя чувствовал на нем? Особенное ощущение? Ну, как последний концерт. Это было ощущение, что все, мы здесь уже больше не выступим. Это надо дать хороший концерт, надо увидеться с людьми, надо с теми, кто хотел нас увидеть, с теми, кто хотел прийти, пришли и их отблагодарить за это. И это было такое прощание определённое, потому что мы понимали, что все, больше концертов не будет. Если по каким-то причинам рэп закончится, например, касты, гастроли сойдут на нет, чем ты будешь зарабатывать? На терапии, психологии, моей профессиональной деятельностью. Я с удовольствием бы этим занялся, ну вообще. Я просто в какой-то момент бросил это, потому что я понял, что это забирает меня всего, и я сейчас просто музыку брошу, если я ещё чуть больше буду углубляться в это. Я поэтому решил, нет, я это оставлю себе на когда-нибудь, на потом. Если такое вдруг случится, наверное, я бы с удовольствием этим занялся. У тебя профессиональное образование? У меня образование, но мне для того, чтобы получить гештальт образования, нужно закончить пару лет, наверное, полтора года. В общем, получить сертификат и, скорее всего, нужно будет получать сертификат местный какой-то. А доучиваться где? Здесь? Да, конечно, надо будет доучиваться здесь, чтобы получить здесь сертификат. И на португальском языке? Конечно. Но тебе нужно быть португальским в совершенстве? Да, португальский – это идеально, но, скорее всего, я смогу закончить на английском, получить сертификат и работать какое-то время хотя бы с русскими людьми. Ну, на русском языке. На русском языке. И потом постепенно, наверное, уже смогу на других языках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы снова вместе? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У вас была первая встреча в январе, спустя шесть месяцев после того, как все случилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как она прошла? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Было около одиннадцати, нет, около восьми вечера. Мне сказали, что пришел какой-то человек, который хочет что-то передать. Я подумала, в это время, может, отец кого-то из наших пациентов, детей, я никого не ждала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но попросила пропустить его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И тут зашел Андрей с розами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сначала подумала, что это какая-то шутка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой-то пранк, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто снимает меня? Что происходит? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он подошел и пытался поговорить, но он тоже немного нервничал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но потом я узнала его, его глаза, его лицо, и я сказала, Андрей, ты похудел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы заплакали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я плакал тоже, потому что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это было очень счастливое мгновение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы не могли говорить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все начали приходить, делать фотографии Она начала показывать меня всем Посмотрите, это он Все спрашивали, это кто? Кто это? Это он? Да, это он, он жив, все хорошо Это был особенный момент Вообще много удивительного Когда я пришла в больницу на следующий день После того, как все случилось Медсестра назвала мне его имя Что он из России, что он музыкант И я подумала, музыкант из России Это что-то классическое, да? Да, классическое Потом я позвала Андрея и Полину в гости на обед Чтобы об этом всем поговорить И я спросила их Ты на чем играешь? На пианино? Нет, я рэпер Что? Я не знала вашу группу, простите Но я поискала, и это круто Я просто кричу в микрофон Какая музыка вам нравится? Три ваших любимых группы? Не важно, рэп, рок, поп Три любимых артиста? Депеш мод Депеш мод? Да Депеш мод Мне нравятся группы из Калифорнии Но я не знаю, выступают они еще или нет Иногда у нас случаются дни, которые нельзя назвать хорошими Сложные дни И я не только про смерть Просто когда происходит не то, на что мы рассчитывали И такие ситуации, как у Андрея, дают тебе Не знаю, возвращают к жизни И напоминают Моя работа, это важно То, что я делаю, это круто И не важно, что я провожу много времени на работе А не с друзьями, что я мало сплю Я делаю хорошие вещи Например, для него и для его семьи В общем, я не могу это описать Я надеюсь, что эта ситуация даст вам особенную силу для вашей тяжелой работы Чтобы чувствовать себя легче и лучше Это то, почему я очень уважаю вашу работу Вы не представляете, как я ценю то, что вы делаете Не только в этой ситуации Во многих И финальное В чем сила? Да ни в чем Ни в чем Абсолютно ни в чем Нет силы Ну, я имею в виду, что нет смысла В жизни нет смысла, как в таковой Это просто жизнь Это просто Это такой процесс Жизнь — это процесс Человек — это процесс Мы можем называть вещи, чтобы давать им окраску, характеристику Чтобы пользоваться этой вещью, наверное И как раз таки Сила, наверное, есть для тех, кому нужна сила Ну, возникает понятие силы В чем сила? Для тех, кому нужна сила Мне Сила не нужна Ну, у меня есть упорство У меня есть стремление У меня есть Какие-то инструменты Какая-то Надежда Какая-то вера И я знаю, в чем вера Я знаю, в чем надежда В чем доброта Доброта Ну, какие-то такие вещи Сила Мне не нужна Поэтому я не знаю, в чем сила Для себя Спасибо вам большое Спасибо, спасибо И от меня спасибо Я плакала все интервью Оно было очень эмоционально Много деталей Тяжело было оказаться здесь, на этом месте Я боялась увидеть его Я думаю, что много врачей посмотрят это видео И почувствуют вдохновение Потому что это самая важная работа в мире Вы спасаете жизни Я думаю, что те, кто посмотрит это интервью Будут очень вдохновлены То, что вы делаете, действительно имеет значение Я плакала Сегодня самый красивый день Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...